И всем привет ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня у нас на повестке дня обзор моей самой любимой комбины на последний период времени Сегодня мы покатаем на аресагроме с гиперскоростными снарядами И сегодня это будет не просто обзор, либо просто игровой видос А видос, в котором я бы хотел поиграть в режиме Джаггернаута И показать вам, насколько сильно эта комбинация превосходит Джаггернаута И насколько легко с этой комбинацией можно его уничтожать Как правило, Джаггернаут это тот режим, в котором у нас по большей части попадаются именно большие карты И это тот самый режим, в котором подобную комбинацию реализовать супер просто По 4,5, почти по 5 тысяч урона вылетает с одного выстрела грома С гиперскоростными снарядами на большой дистанции, если у противника нет резиста Это значит, что мимолетно, пока Джаггернаут стоит и получает урон Он даже не понимает, каким образом и как так быстро он летит на респаун Нас закидывает на карту, которая не является супер большой Это карта Александровс, но я считаю, что даже на такой карте можно попробовать реализовать эту комбинацию в режиме Джаггернаута Единственное, это нам нужно, конечно же, занимать позицию, в которой у нас, во-первых, будет прострел по вражескому Джаггернауту Во-вторых, противник будет оставаться на средней, либо большой дистанции Да, это, наверное, одна из самых, ну, вернее, не самых, но не супер удобных, не супер удобных карт для реализации этой замечательной комбины Но давайте попробуем что-то здесь сделать Надеюсь, что я дистанцию какую-то поймаю Либо же попытаюсь как-то грамотно открыться под вражеского Джаггернаута Но он пока что стоит за стенкой, по которой как раз-таки у меня прострела нету от слова совсем никакого В чем же плюс этой комбинации, да, и в чем же эта комбинация сильнее Джаггернаута, по моему мнению Если у Джаггернаута ХП 20 тысяч, да, и у него есть овердрайв, который хилит себе ХП Плюс вы можете с ним как раз-таки иметь возможность, ну, можно так сказать, долгой жизни Да, и многие считают, что как раз-таки этот Джаггернаут является самым сильным танком в игре То я вам могу сказать такую вещь, что Ареса Гром, который имеет в 2, ну, грубо в 2 Пусть будет в 2 раза меньше ХП с кризисом, да, если мы будем играть от брони В 2 раза меньше ХП Примерно такой же самый урон на дистанции, да, то есть если мы берем, например, большую карту Где у вас будет возможность с расстояния накидывать урон по противнику И мы берем овердрайв, да, то есть если овердрайв у Джаггернаута, он выхиливает полностью свое здоровье То здесь овердрайв помимо того, что хилит здоровье максимальное Так он еще и имеет возможности как раз-таки уничтожать противника Вот сейчас мы накидываем 3000 по Джаггернауту Я попробую его все-таки выпушить и слить Мне, ну, наверное, это было бы сделать правильнее Все-таки с такой комбинацией и на такой карте, наверное, особо больших возможностей у меня не будет На выпушивание Джаггернаута, потому что он играет супер пассивно и, скорее всего, понимает, что ему будет влетать здесь урончик Но нам надо как-то просто сблизиться с ним и постараться его уничтожить Потому что я почему-то уверен, что если мы как раз-таки уничтожим этого Джаггернаута То дальше уже все пойдет у нас как по маслу В рамках этого боя даже у меня есть предположение, что можно было бы сыграть не на вот таком громе А можно было бы даже взять грома со сплэшом и реализовать его Но Джаггернаут все равно открывается и мы его уничтожаем Теперь мы уже будем сейчас пробовать держать как раз-таки среднюю дистанцию на карте Либо даже большую дистанцию на карте, под которую будет, скорее всего, пикать вражеский Джаггернаут Все-таки это уже Джаггер будет тот, который особо меня не знает Ну и нам, конечно же, нужно расстояние Две семьсот у нас вылетало с каждого выстрела Это довольно маленький урон, да, если учитывать тот факт, что у нас может вылетать по как раз-таки пять тысяч с выстрела И теперь нам надо поймать вот эту вот дистанцию, которая здесь, к слову, имеется Вот по четыре тысячи уже пошло Хорошо Хорошо, и вот когда ты такие выстрелы даешь с таким большим уроном, особенно по Джаггеру Который стоит на расстоянии и видит, как только ты выдаешь просто обычный выстрел Вот у меня бывало такое, что я стою и у меня есть ощущение, что, ну, там, типа, громче урон прилетел дефолтный И я не обращал внимания на то, насколько вообще, на самом деле, урона прилетало мне Да, то есть, казалось, что там, ну, как бы, типа, дефолтный выстрел прилетает, да То есть, ну, типа, просто, просто тычка, просто дефолтная тычка, да И ты такой думаешь, ну, ладно, типа, ну, что там, громче, чуть-чуть коснул А не смотришь на то, что с одного этого выстрела по тебе-то залетает по четыре тысячи По четыре тысячи залетает с этого выстрела И тогда ты уже начинаешь такой задумываться, думаешь Ничего себе, это что такое, каким образом он мне дает четыре тысячи, да Это когда именно этот гром только вышел Я бывало моментами прям супер сильно поражался Таких ситуаций Было бы очень неплохо, кстати, завершить эту катку досрочно И напикать уже на какой-то более масштабный На более даже не то что масштабную На более такую открытую карту Где у нас было бы больше возможности реализации этого замечательного грома Поэтому давайте пока что постараемся быстро сделать досрочку По сути сейчас вообще Джиггернаут это танк, который вообще не живет И я сейчас рассматриваю этот режим Как режим, в котором намного выгоднее взять комбину по типу Ореса Грома Либо Ореса Скорпиона И спокойнейшим, просто максимально спокойнейшим образом Уносить вражеского Джиггернаута Там Гром неплохую накидочку мне показал Но там у Джиггера уже по сути должно быть 0 хп Мы особо сильно не смотрим на количество как раз таки киллов Потому что я сейчас не играю в киллы Я играю чисто исключительно в Джиггернаута И хочу сливать именно его Так, есть ли у нас тут прострелы? Есть шикарно Еще и дваточку сюда получаем Сюда! 302-я легенда, я даже не видел 302-я легенда А вот 300-ю красиво я даже не запечатлил Не то, что даже получил красиво, даже не запечатлил Так, 6-3 мы ведем Джиггернаут как раз таки уходит опять в сейв-зону С которой нам будет его, ну, наверное, таки тяжеловато выбить Я так примерно понимаю, наверное Кто и твой Джиггернаута получил Опять тот самый молодой человек, который со мной даже поздоровался Надо, кстати, ему будет вписать сейчас В моменте, да Но я не особо честно понимаю, зачем Зачем на Джиггернауте стоять в позиции, где ты не можешь сделать киллы То есть человек, играя на Джиггернауте, набивает киллов меньше, чем любой другой танк Если уж в сегодняшней мете ты получаешь Джиггернаута В моем случае, да И в моих мыслях Ваша реализация должна быть таким образом Что вы как раз таки с Джиггернаута Пробуете получить не просто позицию, да И, ну, типа, знаете, как-то набивать киллы, да А пытаться сделать с него максимум Потому что при любом раскладе Рано или поздно к вам приедет Либо Рез, либо Викинг с оберкой И скорее всего, скорее всего Вы улетите на Рез И у вас не будет возможности Уже реализовать свою комбинацию И когда вы на Джаге стоите пассивно За какой-то там стеночкой, да Либо там, ну, то есть Ну, не делайте никаких открытых действий Я не поддерживаю уже эти реализации И скажу, что это не работает Это абсолютно не работает На сегодняшний день, да Если бы сейчас вот здесь была бы карта Не Александровская, например, бы шоссе То поверьте мне Этот Джиггернаут Во-первых, бы очень легко Был бы улетал на Рез Да, у него не было бы Такой дополнительной стенки пассивно Ну и, конечно же бы Он Еще К дополнению ко всему Зарабатывал Ну, наверное, зарабатывал, кстати, наверное Даже больше очков, чем здесь Потому что здесь Реализация Джиггернаута, который стоит за стенкой Вообще нулевая Просто нулевая В этом нет никакого Смысла И никакого интереса И когда человек так стоит Ну, наверное, он просто хочет, чтобы Чтобы я его не слил, да Чтобы его, например, не уничтожили Чтобы он чуть подольше пожил И казался тем игроком, который реально там Жесткий на Джиггернауте Но, на самом деле Сейчас, в моем понимании Это абсолютно неправильная И неграмотная реализация Этого замечательного танка Даже на такой средней дистанции По 3,5 тысячи Залетают у нас с выстрела И это очень-очень неплохо Остается два Джиггернаута у нас До окончания этого замечательного боя Я бы, честно говоря, хотел бы сделать Уже быстрее здесь До срочечку Наш тиммейт вжимает Овердрайв Джаггера И остается ласт Где ласт Джаггер? Вижу ласт Джаггера Ну и давайте пробовать его тоже Уничтожать Блин, успел аптечку прожать Прожал, можно было бы как раз-таки Еще и оверку ему втушить Не может быть Закончить сразу же бой С резистом молодой человек Но, поверьте мне Даже резист ему особо здесь Ничем не поможет Открываемся в позицию По 2 тысячи Против Реза Шикарно Знаете, в чем еще прикол? В том, что Орес Переживает Сводку Джаггернаута Сейчас Он еще и имеет Возможность ее Пережить Да, то есть Ты можешь пережить Сводку Пережить сводку О боже Начинается Эти использование Сверху Пережить сводку Пережить сводку Ну, очень достойно Это очень достойно То есть Ты можешь ее пережить Учитай У тебя уже В 2 раза Больше возможности Уничтожить Джаггернаута Так, по полторы тысячи У нас тут залетает Мне бы овердрайва Я бы Могу закончить Попытаться эту катку Молодой человек Улетает Как раз таки На хорошую дистанцию С которой У него Есть возможность Получить больше урона Ну и вот так вот Мы заканчиваем Боечек На Александровский На карте На которой Джаггернаут И моя комбинация Да, то есть Когда режим Джаггернаута И моя комбинация Ну, очень Очень тяжело Реализуемо Очень тяжело А вот сейчас Мы попробуем Просто напикать На карту Где Ой Как раз таки Легко Контролить Джаггера И посмотрим Что же будет На самом деле Вот вы увидите Разницу Конкретную разницу Даже вот на такой карте Давайте останемся Здесь Оса Неплохой вариант Не скажу, что отличный Но неплохой вариант Для накидки Есть здесь Хорошие позиции Для кимпа Ну и тут уже будет Многое зависеть От того, что будет делать Во-первых Вражеский Джаггер И Насколько Широко Мы будем ловить Моменты Будем пробовать Сейчас все это дело Реализовать Ну и плюс еще Будем кидать Обычный урон По дефолтным танкам Чтобы Дополнительно Получать Процент овердрайва И потом Реализовывать Шарик Право у нас Джаггернаут Есть возможность Его как раз таки Пикнуть Справа широко Если Джаггер Останется в позиции Да Отлично 4 тысячи По нему Уже залетает Было бы Сейчас Очень неплохо Отлично Добавляем Джаггер С приваренной Башней Получил уже 11 тысяч И было бы Неплохо Его вообще Добить Еще 4 тысячи На один выстрел Остается вражеский Джаггернаут Выпикиваем Сверху Нет Он не хватает Но сейчас точно хватает Шикарно Легко Непринужденно Без проблем Поздоровается С нами Боец Пишем ему сразу И давайте Попробуем Стреть еще Джаггернаут Ну тут конечно Какие-то Запикиваются Молодые люди С приваренными Башнями Но Извините Я уже на это Никак повлиять не могу 4 тысячи урона С двух выстрелов Залетело Вышел Две с половой Чуть-чуть Откатываем Вправо На прострел Зону Если Джаггернаут Остается в позиции То как раз таки У нас по нему Урон будет лететь Шикарно Через всю карту По 4 600 И он уходит на рец Все Все Вы просто Закрываете Просто Без шансов Закрываете Вражеского Джаггернаут Есть еще Джаггернаут Можно было кстати Шар Пускать в него Но я думаю Что я бы не дожил бы Уже до этого Момента времени Если бы Как раз таки Свою оверку Не прожал Валера пытается Убежать вперед Но Валерчику Можно было бы Тут еще И поднакидать Наши тиммейты Вкидывают Отлично Сейчас в позиции Как раз таки Можно будет справа Его пикнуть И попробовать слить Отсюда Открываем Открываем 4 600 Почти Ну вот грубо говоря 4 500 Но я даже Бывает иногда До 5000 Округляю этот урон То есть будем считать Что 5000 урона Залетает У нас плюс Сплэшон Можно накидывать В 2 раза меньше Конечно урончик Но все равно Это тоже очень хороший урон По 2000 Накидывать И здесь И еще Можно конечно же Выпикивать зону Например вот так По 2 500 Я так понимаю Что это по резисту Скорее всего Но в любом случае Даже против резиста Это безумно жесткий Поверьте мне Это безумно сильный Гром Еще с этим Овердрайвом Ну Я Я вот На сегодняшний день Я на сегодняшний день Скажу вам Что Джаггернаут Да вот сам танк Джаггернаут Он супер славный Режим Джаггернаут Очень прикольный Очень мне нравится И на нем Играть На этой комбинации Можно С кайфом Супер Жестко Мне Реально нравится Но сам танк Я даже не хочу Его получать Я не хочу Его получать В этом режиме Когда у меня Есть возможность Контроля Вражеского Джаггера На ареса Громе Зачем Зачем мне Какой-то там Джаггернаут Ну для чего Чтоб на тебя Обращали все Внимание Чтобы Чтобы Они Все Сфокусированы Были на тебе Ну зачем Для чего Если ты можешь Просто спокойно Выбрать любую Точку Любую позицию И через всю Карту Унести Вражеского Джаггера И можно Это делать Не только С гиперскоростными Снарядами Можно делать Это с вакуумными Снарядами И порой Бывает с вакуумными Снарядами У тебя даже может Получиться Еще лучше Чем С гиперскоростными Снарядами То есть Ты будешь На средней дистанции Наносить урон От как раз таки Каких-то стеночек Ограждений Да и будешь Уносить Вражеского Джаггернаута Я сейчас уже Выпикиваю Чересчур близко Потому что знаю Что там ХП маловато Вражеского Джаггера Оставалось И хочу Еще сверху Реализовать Свой Овердрайв В зависимости От респа Респ ближний Валера С приваренной Башней Вжимаю Овердрайв В упоре Добавка Еще сверху Ему залетает Откаточку Пытаемся Сделать Какую-то Чуть-чуть Дальше Оттянуться Чтобы накидать Побольше Урончика По 1100 Все равно Маловато Залетает Делаем И еще Шире Отход И Попасть бы В какую-нибудь Стенку Например В домчик По полторунделю Добавить Ну и выносить Конечно же Отлично 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 Есть еще Овердрайв У нас на центре Здесь Можно играть Да Не в джаггернаута Можно играть В противника Да Играть в киллы От этого Давать Супер большой Хороший результат Да И просто Параллельно Параллельно Килам Будут моменты Когда под вас Будет пикать Вражеский джаггернаут И как раз таки В те самые моменты Когда он под вас Будет пикать У вас будет возможность Еще На носом Дополнительного Урода Ему Слитие его Ну и контроля Полностью Кар Я Максимально Кайфую От этого Вооружения И Этот режим Да Это Далеко мы Полностью Показатель Того Насколько Насколько Сильно Сейчас Не в балансе Не Не вооружение Да А сам джаггернаут Да То что Этот танк Уже Не является Уникальным Да И то что Любой Викинг Любой Гром Любая Ну Интересная Комбинация Может С легкостью С легкостью Уничтожать Джаггернаут И он Ничего Не сможет Сделать От слова Совсем Да И Я Наверное Ну Склоняюсь К тому Что Нужно Возвращать Джаггернаут Либо Быструю Скорость Набора Овердрайва Да Либо же Возвращать Набор Овердрайва Дополнительный За Филы За Уничтожение Противника Потому что Сейчас Да Был период Времени Когда джаггер Был суперсильный Но сейчас С вводом Столь Большой Столь Большого Количества Имбо Вооружений И Сильных Ну реально Сильных Комбин Да и вообще В принципе Сейчас Баланс Таков Что Есть Очень Большое Количество Хороших Вооружений Которые Можно Реализовать Джаггернаут Стал Супер Слабым Супер Слабым Я Даже На Бездонате Играя В Джаггера Бывает В моменте Не хочу Забирать Джаггернаут Потому что Понимаю Что на Дико Страйкере С тем Раскладом Что по мне Будет лететь Меньше Фокусов У меня Будет Больше Возможностей На реализацию Своей Комбинации Понимаете Вот настолько Я сейчас Начинаю Мыслить По поводу Этого Джаггера Поэтому Для меня Лишь Эта Комбинация Показывает Тот Факт Что Джаггернаут Сейчас Слабее Рост Слабее Да По всем Параметрам По Овердрайву По Урону По Возможности Уничтожения Противника Да Ты Не Можешь На Джаггере Лететь Вперед Потому Что У тебя Грубо Говоря Одна Жизнь Да Ты Полетишь Вперед Ты Сольешься И тут У тебя Становится Вопрос А как Мне Реализовать Свою Комбинацию Если У меня Есть Против Скорпион Который Через Всю Карту Тебя Может Унести Есть Гром На Дальность Который Можете Развалить Есть Викинги Которые Могут Просто Прожать Овердрайв Мы Не Берем Еще Страйкер С Восьмеркой Который Может Также Уничтожить Тебя Без Шансов Просто Без Шансов Да И Зачем Уже Этот Джиггернаут Если Ты Можешь Взять Такие Комбинации Спокойно Реализовывать Сливать Самого Вражеского Джаггера И Делать Большое Кличество Килов Пишите Что Вы Думаете По Поводу Этой Комбины Пишите Что Вы Думаете По Поводу Джиггернаут В целом Потому Что Я Наверное Больше Акцентирую Внимание Здесь Не на Самой Комбинации А именно На Режиме И Джиггернаут В целом Поддерживайте Обязательно Данный Видос Лайком Если Вам Понравилось Также Не забывайте Подписываться На канал Если Вы Еще Вдруг Не Подписаны Нажимайте На Колокольчик Дабы Не Прискать Новые Видеоролики Ну И Конечно Не Забывайте Про Текст Создателя Контента Который На 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 Аккаунтике Мо Личный Текст Создателя Контента Текст Мп Устанавливайте Его Поддерживайте Меня Участвуйте В розыгрыше На 1 Миллион Кристаллов И На 20000 Танкоинов Все Информации По Розыгрышу Есть В Описании У Меня Друзья На Этому Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока